В районе поселка Харьягинский возвели первый модульный убойный комплексный пункт отечественной разработки. Аналогов в России нет. Цех по забою мяса построила московская компания на деньги ненецкого кооператива «Путь Ильича». Цена вопроса больше 70 миллионов рублей. Часть затрат компенсировали из регионального бюджета. Это яркий пример того, что субсидии, предоставляемые властями оленеводам, оказывают реальную помощь. О самом современном в округе убойном пункте расскажет Олег Катанзийский. Вот это сооружение. Самое современное в округе на следующий день. Это, пожалуй, исторический момент. На Крайнем Севере открывают первый в стране отечественный быстровозводимый убойный комплекс. Его собрали всего за пять недель. Начинается с того, что вот в коралле оттуда заходит животное. Закрывается клетка. Здесь же он оглушается. Оглушается с помощью холостых патронов. То есть не убивается. Именно оглушение происходит. После туши оленя подвешивают на специальные рельсы. Начинается сбор крови. Кровь ведет на переработку. Из нее делают БАДы, ферменты различные. То есть она уходит в медицину. Затем тушу обезглавливают. Снимают шкуру. Она идет на засолку. Дальше так называемый процесс потрошения. Перед тем, как тушу отправят в холодильник, ее обязательно осмотрит ветеринар. Здесь работают мощные холодильники, которые охлаждают до плюс четырех. После этого, скажем так, забили. На следующий день, на утро, она отсюда вся выкатывается и уходит в морозилку. Вот они, первые пробные туши. Этих оленей забили буквально несколько часов назад. Здесь температура в камерах хранения минус 30 градусов. Эти туши пробудут примерно 10 часов. Затем их отправят в другие камеры хранения, которые установлены на улице. Холодильники очень мощные. До утра до минус 30, до минус 32. В толще мясо температура уже. То есть они практически стеклянные. На одного оленя в среднем уходит не больше пяти минут. За смену она длится 10 часов. Здесь возможно обработать порядка 400 голов. Для СПК Путилича это первый собственный убойный пункт. Раньше рогатых животных кооператива забивали в Харивере. Это для нас выход из положения, который тянулся много лет. В связи с глобальным потеплением мы не можем бить за бой. И поэтому вот этот современный убойный пункт, можно сказать, независимо издаёт нам от погоды. Мы можем бить при температуре минус 2, не дожидаясь минус 12 и минус 10. Модульный комплекс Путилича построил на собственные деньги. В итоге часть затряд, благодаря специальным программам субсидирования, компенсировала администрация региона. Стоимость убойного пункта составила чуть больше 70 миллионов рублей. Если сравнивать по финансовым затратам, то можно просто вспомнить, примерно собирались построить в поселке Индига аналогичный убойный комплекс. Цена его достигала 150 миллионов. То есть, ну, этот, скажем так, в разы дешевле. Поэтому, ну, здесь само хозяйство строило, оно само определяло, что им нужно. Определяло приоритеты, конфигурацию и все производственные параметры. До конца года на модульном комплексе СПК планируют забить порядка 10 тысяч голов оленей. Большая часть мяса по зимнику попадет на переработку в Наринмар. Та продукция, которая выпускается на таких убойных пунктах, она выдерживает определенную температуру от забоя до выпуска уже непосредственно, когда идет в магазины на реализацию продукции. То есть, по сути дела, это евростандарт. И вот хотелось бы, чтобы все убойные пункты в Ненецком автономном округе у нас были такими. И мы надеемся, что это все будет. Мы к этому будем стремиться. И должно это все получиться. Модульный комплекс – это еще и мини-цех по производству продукции. Сейчас здесь выпускают языки оленей в перспективе изготовления нарезок, колбас, деликатесов и даже пельменей.